Смело идти к своей цели. Life is good. 2020 год. На большую сцену выходит Юрий Кашуба, один из лидеров набирающего обороты бизнес-проекта Life is Good. Он объясняет условия нового вида заработка, который якобы приносит миллионы. Чтобы тратить деньги с умом, надо иметь две вещи. Деньги и ум. Мы уже третий год не можем вернуть свои кровные деньги. В 2021 году жительница Альметьевска Фаузия Ханипова с мужем вложили деньги в жилищный кооператив. Только потом узнав, что он входил в структуру проекта Life is Good. Наш внук перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Врачи рекомендовали переезжать в Крым. Чтобы обеспечить детей жильем, мы продали в конце 2021 года квартиру в Казани. Помочь с покупкой жилья на Черноморском побережье предложил друг семьи, работавшей в кооперативе консультантом. Как рассказывают Ханиповые, нужно было внести членский взнос. Это треть стоимости новой квартиры. Затем 10 лет оплачивать оставшуюся сумму без переплат. Приятным бонусом должен был стать пассивный доход от вклада до 40% годовых. Пенсионеры поверили, продали и квартиру, и машину. Деньгами помогла и дочь. Вместе собрали более 7 миллионов рублей. Клялся Богом, что будет все в порядке, что все будет нормально. У вас будет и жилье, и деньги для лечения ребенка. Что стало с деньгами, Ханиповые до сих пор не знают. Они так и не приобрели жилье на Черноморском побережье и потеряли квартиру здесь. Таких историй в Татарстане несколько. Мы пообщались с некоторыми пострадавшими. Меня тоже, как и всех, привели к ним в офис на Ленина 28. И апеллировали они таким образом, что вы отдадите нам деньги, значит, там надо было вложить не меньше 1000 евро. Первоначально якобы открывают какой-то счет зарубежный. Я сказала, где ваша лицензия? Тут они замешкались, никакой лицензии нет, естественно. Спустя 4 года после сообщения МВД России пострадавшие узнали, что они попали в финансовую пирамиду. Жертвами подобных финансовых пирамид становятся люди преклонного возраста. Чаще всего, так как любая финансовая пирамида – явление социальное в первую очередь. В ноябре 2021-го Центробанк внес Life is Good в реестр организаций с признаками финансовой пирамиды. В марте 2022-го деятельность компании пресекло МВД страны. Тогда Ханиповые написали заявление в полицию. 10 мая 2023 года следствием отделом отдела МВД России Мальмитинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примерно в это же время о таких историях стало известно по всей стране. По информации МВД России в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены порядка 18 тысяч человек. Только в Санкт-Петербурге потерпевшими признан 221 человек. Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 10 человек. Жители северной столицы Московской области и Республики Башкортостан обвиняются в организации деятельности по привлечению денежных средств и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере в составе преступного сообщества. По версии следствия, противоправная деятельность велась с 2014 года на территории 9 регионов. Злоумышленниками были созданы подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом. Гражданам предлагали стать паящиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 30% годовых. При этом реальным инвестированием вкладов фигуранты не занимались. Эта история из Владивостока женщина перевела деньги своей знакомой, работавшей в Life is Good финансовым консультантом. Но когда узнала правду, забрать свои средства уже не смогла. Я перевела на ее банковскую карту сумму в размере 2 миллиона 400 рублей. На мои просьбы вернуть мне мои же деньги она отказала. МВД России оценила предварительный ущерб вкладчикам. Это более 15 миллиардов рублей. 10 предполагаемых участников пирамиды задержаны. Остальные обвиняемые объявлены в розыск. В Сатарстане пострадавшей признана только Фаузия Ханипова. Сейчас по ее делу идут суды. Семья уверена, таких как они в республике десятки. Рамиль Шайдун, ТНВ, Альметьевск, Крым. Субтитры создавал DimaTorzok